Почему мы сегодня ходим в церковь? Знаете, вчера у меня была такая беседа с одним человеком, он неверующий, ну, православный, как многие у нас в нашей стране, и, знаете, он задал такой интересный вопрос, что я задумалась, а он мне говорит, «Слушай, а зачем ходить в церковь и молиться? Ведь мы же сами можем дома молиться». И я задумалась, и, знаете, человек задает этот вопрос, а для чего? Для чего мы ходим в церковь? Вы, кто-то задумывался об этом? Ведь мы можем просто дома молиться, мы можем соединяться с Богом, зачем нам церковь? И мне, знаете, сразу пришел ответ, но тогда можно сказать, а зачем мы ходим в школы, а зачем мы учимся в институтах, ну, для чего тогда это все? Сам бы человек себе родился, жил себе, как придется, так и будет. Но я думаю, что церковь – это как раз то место, где мы возрастаем духовно, то место, где Бог все ставит на свои места. И также церковь – это то место, где мы можем помогать друг другу возрастать и дойти до конца. Поэтому слава Богу, что у нас есть такая церковь в ХСЦ «Новый час». Давайте вместе поблагодарим Бога и воздадим славу Ему, что Он создал эту церковь, и написано, что врата ада не одолеют ее. И мы, конечно, продолжаем этот месяц, уже идет к завершении. У нас, вы знаете, я думаю, что каждый из вас сегодня участвует в посте, молитве. У нас последняя пятница и суббота – это пост и молитва, когда мы открываем свое сердце, жертвуем чем-то, может быть, дорогим, таким вкусненьким, чтобы показать, что Бог и Его ценности для нас важны. Мы готовы платить цену, мы готовы жертвовать и поднимать руки к Богу и позволять Ему в это время что-то менять внутри нас. Потому что, знаете, к сердцу, то, что вот сегодня говорила Юлия Васильевна, что к сердцу, знаете, всякое может прилипать. Но так важно, чтобы мы позволяли Богу через свое Слово, через свое присутствие Божие отклеплять это, чтобы в нашем сердце Он занимал самое важное и главное место. Аминь. Поэтому мы говорим о молитве и продолжаем этот месяц говорить о молитве. И я, конечно, сегодня буду также говорить о молитве. И не просто, что нужно молиться, что нужно делать то или другое. Я думаю, каждый из вас молится. Я думаю, что каждый из вас взывает к Богу. Но я хочу, чтобы мы сегодня окунулись в то понимание молитвы, которое имеет Господь. Может быть, в каждом из нас где-то не темативы. Может, в каждом из нас что-то неотвечено на те молитвы. Насколько это сегодня возможно, постараемся вместе разобраться. Аминь. Итак, название сегодня слова, которое Бог положил мне на сердце, это «Приблизься к Богу и приблизиться к вам». «Приблизься, приблизься к Нему, и Он приблизится к вам». Бог, Он желает, чтобы каждый из нас, Он научился приближаться. Но вы согласны, что дела, заботы, суета, какие-то вызовы так часто нас уводят от того самого важного и главного, что должно быть в жизни каждого человека. И я хочу спросить у вас, что для вас молитва? Вот каждый для себя просто поразмыслите, что молитва для вас? Что для вас? Или это крик вашего сердца? Или это обращение? Или просто, когда вам сложно и тяжело, и пришла какая-то нужда, вы молитесь? То есть поразмыслите, потому что зачастую, особенно когда мы уже не один год с Богом, знаете, приходит такое привыкание, приходит такие действия на автомате. Мы на автомате утром встаем. Здравствуй, Господь! Благослови! Побежали, дела, заботы и так далее. Но я хочу, чтобы мы возвращались и посмотрели, как Бог смотрит на молитву, что Бог сегодня ожидает от своих детей, от тех, кого Он спас, кого Он привел к себе. И Бог желает, чтобы мы приближались к Нему, чтобы мы соединялись с Ним. И Он, конечно же, в ответ приблизится к нам. Аминь. И, знаете, вопрос задали в театральном лицее. Было такое задание для всех студентов. Покажите, изобразите, как вы понимаете, что такое молитва. Вот как вы себе можете, ну вот, изобразите искусство такое, театральное, вот как вы себе ее представляете, что такое молитва. Вот когда я этот вопрос услышала, знаете, первая реакция, ну это показать руки перед собой, да? Ну вот, ты молишься. Кто-то может показывать, что он на коленях стоит и поднимает руки и молится. Каждый по-своему может представить, что такое молитва. Но это задание один из студентов, он выполнил так. Он снял с себя всю одежду и ногой вышел. И у людей, у кого-то начали от стыда глаза закрывать. Кто-то начал внутри себя осуждать его, что это он делает. А преподаватель, он спросил его, дорогой там Василий, а что ты пытался этим изобразить? А он говорит, для меня молитва – это когда я ногой перед Господом. Когда я открыт, что нету ничего. И знаете, я подумала над этим примером. Ведь, да, внешне оно некрасиво, но если посмотреть духовными глазами на это действие, оно действительно так и изображается. Молитва – это такие близкие взаимоотношения, когда ты приходишь ногой. Ведь на самом деле Богу же не надо нашей молитвы. Ну вот, если так, знаете, обязательно приди. Нет, это нам надо. Прийти к Нему. Ведь Он-то знает. Он же знает, что в наших сердцах. Он же знает наши мотивы. Он знает все. Он знает каждого из нас, каждую клеточку нашего естества. Он знает наперед все даже. Но Он желает, чтобы каждый из нас сломил себе, знаете, гордыню какую-то, там, свои таланты какие-то, свое какое-то умение, значимость в этом мире. И пришел при тем, который создал тебя, который дал тебе все. Все, что сегодня есть, дыхание жизни, все, что тебя окружает сегодня – это Он. И как Он жаждет, чтобы мы были искренними и настоящими, приходя к Нему, преклоняясь в свои колени, открывали свое сердце и могли излить Ему, если что-то болит, если что-то беспокоит. И знаете, Бог, когда-то пастор Андрей проповедовал, Бог искренним поступает, искренне. Знаете, когда мы искренне, по-настоящему приходим и без маски, без ничего, и говорим, да, извините, да, я сегодня засранец, извините за это слово, но вот я сегодня то или другое сделал. Я сегодня обидел брата. Я сегодня позавидовал кому-то. Я сегодня поступил не по-христиански. И когда ты искренне это говоришь, открываешь пред Богом, я думаю, вот такая молитва, такое обращение к Богу, оно касается сердца Творца. Оно касается Его. И Он, как любящий Отец, Он готов помочь. Он готов, знаете, понести нас на руках своих, чтобы, пройдя все, любые вызовы, любые испытания, любые неправильные вещи в нашей жизни исправить и повести правильным путем. Знаете, я размышляла, что происходит? Почему, приходя к Богу, мы ищем своего, остаемся искать своего? Почему наши молитвы, они о себе, о моем, Боже, реши, Боже, помоги, Боже, исцели, Боже, 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 Боже. И порой хочется плакать. Богу хочется плакать. Потому что Он желает нам открыться совершенно в другом ибостасе. Да я знаю все, в чем ты нуждаешься. Я знаю все, что тебе сегодня нужно. Но ты ко мне приди. Ты ко мне просто приди. Будь искренним, по-настоящему. Открой свое сердце и наполнись. Пусть в твоем сердце будет меня больше. И знаете, мы можем сегодня говорить и обращаться к Богу. Бог, а почему ты мне не отвечаешь на молитву? Я уже 15 лет хожу в церковь. А мой сын до сих пор не спасен. Я столько времени посвящаюсь служению Богу. А ты до сих пор не ответил. И знаете, появляется претензия. К сожалению, есть этому место в жизни христиан. Но Бог сегодня, Он желает, чтобы мы обратили внимание, что в наших сердцах и что в наших молитвах. И так хочу, чтобы мы обратили слово. Я читала это слово. И знаете, я понимаю, что вот это послание к каждому из нас и ко мне прежде всего. Бог сегодня хочет изменить нашу молитву. Бог сегодня желает изменить наши ценности, нашу долгу, наше представление вообще жизни с Господом. И так хочу, чтобы мы обратились сейчас к этому месту из Писания и разобрали его. Итак, это Иакова 4 глава с 1 по 10 стих. Я хочу, чтобы мы максимально внимательно читали и пропускали это через свое сердце. Откуда у вас вражды и разбри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш, да обратится плачь, и радость, печаль, смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Знаете, тишина, да? Потому что я когда читала это место из Писания, я его читала не один раз, но в этот раз Бог так остановил мой взгляд на этом месте из Писания, потому что я понимаю, что зачастую наша жизнь крестьянская, она, она какая-то кривая, она какая-то эгоцентричная, она какая-то, знаете, ублажение своей жизни. Парадигма жизни человеческого почему-то пришло в состояние, когда, придя к Богу, Бог теперь должен нам послужить, Бог должен сделать так мою жизнь, прекрасным, чтобы мне было хорошо. Потому что риторика такая есть, я пришел к Богу, теперь будет все хорошо, моя жизнь наладится, у меня будет хорошая квартира, у меня будет хорошая машина, у меня все будет хорошо, все замечательно. Вы послушайте, ведь Бог, Он же не Санта-Клаус, Бог же не тот, который пришел решать наши проблемы. Бог желает, чтобы мы пришли к Богу не с этой стороны, не с тем, чтобы Его исполнить для себя, но Бог, Он желает, чтобы мы Его познали как своего спасителя, как своего творца, как своего создателя, Который все создал для себя. Если мы уразумеем, что Бог уже все дал, все сделал, и что сегодня смысл нашей жизни здесь на земле, это прославить Его, если мы осознаем, что смысл того, что мы здесь должны сделать, это исполнить то, для чего Он нас освободил, для чего Он нас очистил, потому что Его смысл для нас, Он должен быть явным, прославить Его на этой земле. Еще очень важно дойти до конца. Знаете, я прочитала недавно такую неканоническую притчу. Притча про смерть с косой. Знаете, она так меня затронула. Я с вами поделюсь этой притчей. Кузнец в своей мастерской что-то там кует, и сзади кто-то по плечу оборачивается, а стоит смерть с косой, такая в облике, седые волосы, без зубов, такая страшненькая, такая одежда на ней, но коса. Он раз вздрогнул, кузнец, внутри себя. О, смерть, ты за мной пришла? Не рановато ли? Она успокаивает его. Говорит, да нет, я пришла, чтобы ты мне косу накосил, накосил, начистил ее, исправил. Он посмотрел на эту косу, да, пару таких там загусениц. Думает, ну, смотря на эту косу, про себя подумал, сколько ж человек она положила. И он со страхом, таким боязнью спрашивает, сколько ж коса это людей положила. Она говорит, ты знаешь, раньше вспоминаю, когда я была красива, и одежда на мне была другая, то я с радостью провожала людей на одра смерти, и они с радостью шли к Господу. Но сегодня пришло страшное время. И я смотрю на все, что сегодня происходит. Люди убивают друг друга из-за зависти. Люди сегодня готовы ради какой-то машины сделать какую-то гадость, кого-то заплатить, чтобы убить. сегодня убивают друг друга. И, к сожалению, сегодня я бессильно смотря на все это. Кузнец подточил эту косу, возвращает смерть взяла эту косу и идти. А кузнец говорит, так подожди, зачем же коса тебе? А смерть отвечает, ты знаешь, дорожка к краю что-то заросла, очень травка стала высокой, прям заросла, пойду под кашу, чтобы людям было удобнее идти. мораль этой притчи о том, что сегодня, к сожалению, даже люди, которые в свое время пригласили Бога в свою жизнь, почему-то не идут дорогой, идущей в рай. почему-то что-то произошло с их мотивом, что-то произошло с их жизнью, сегодня ценности этого мира, они стали большими. Сегодня христианин, называющий себя, он почему-то возлюбил этот мир и все, что в этом мире так сильно, что оно прилепилось к его сердцу, и оно занимает самое важное и главное место в его жизни. А Бог, он ревнитель, и мы здесь с вами сегодня читаем о том, что Бог, он ревнует о каждом из нас. И я хочу, чтобы мы сегодня с вами разобрали это место из Писания, просто вот знаете, поэтапно каждое место, каждые один-два стиха и пропускали через свое сердце, что у меня, как я живу, сегодня я по-настоящему принадлежу Богу, или все-таки двоедушие в моей жизни. Знаете, пост и молитва это как раз то время, когда Господь желает скрывать в нас неправильные мотивы, скрывать в нас то, что сегодня оно беспокоит Бога. Он так желает, чтобы свое время каждый из нас дошел к Нему. Вот этот путь, чтобы каждый из нас не просто пришел, знаете, Господи, слава Богу, вырвался, но по-настоящему прошел этот путь и пришел в объятие Творца, который ожидает нас. И чтобы там не просто прийти и занять определенное место, потому что некоторые говорят, да я спасен, что уже будет, но чтобы там в троне зала прославлять, потому что самое важное в жизни каждого христианина должно там прославить того, который все создал и все держит в своих руках. Итак, дорогие, давайте обратимся к этому месту из Писания и разберем. Я не знаю, знаете, можно и одно, и другое, и третье, но вот это одно место из Писания, здесь такая глубина, это то, чем я считаю, что нужно и Бог считает, если Он это говорит, Он считает, чтобы мы это пропустили через себя и что-то изменили внутри себя. Итак, первое, просим Бога, молимся, но не получаем ответа, так как молитва направлена на себя и на свои нужды. на свои нужды. Ведь, знаете, к сожалению, я сталкиваюсь с тем, что, когда ты говоришь человеку, давай подключайся к молитве, знаете, у нас много направлений, и какая у тебя проблема? Что у тебя? Сын не спасел? Давай, есть молитва матери. Что у тебя? там кто-то воюет у тебя? Давай, у нас есть молитва за воинов и так далее. У каждого есть, знаете, по сердцу направление, за которое он взял ответственность. И, знаете, я заметила, что побуждение участвовать это свое. Это неплохо, конечно, что мы молимся, но мотив, знаете, я всегда говорю, ну вот, что ж такое, сестра, уже сын в репцентре, поэтому ты перестала приходить на молитву, да? А в чем это говорит, дорогие? Я сегодня не просто хочу облить, я себя так же всегда пропускаю все, что я говорю через свое сердце, потому что ну вот сердце, оно такое, знаете, имеет такую возможность искать своего всегда, когда мы что-то делаем, что в нашем сердце? Если мы молимся, мы сегодня говорим о молитве, какой мотив моей молитвы? У меня сегодня плохо, поэтому я бегу на молитву, а сегодня все хорошо, аллилуйя, брат, а что ты в церковь не пришел, а что ты на молитву не подключился? Ой, тела, суета! И ты понимаешь, что сейчас нету потребности, но как важно, дорогие мои, сегодня не в зависимости от того, это тебе надо или не надо, Бог желает, чтобы мы оставались верными Ему. Мы можем годами молиться и быть неотвечена нужда то, о чем мы просим. Ну, вы согласны? Вот многие из вас уже сегодня многие годы, и вы за что-то молились, и Бог не ответил. И что теперь? Перестать молиться? Перестать идти за Богом? Нет, мои дорогие, что бы ни происходило в нашей жизни, нужно изменить этот мотив, полюбить Бога, идти за Ним, несмотря ни на что. потому что здесь мы прочитали о том, что вы не получаете, потому что просите для ваших вожделений, для себя. А Бог, Он ревнитель, Он как, а что ты все для себя? Я же тебя не для этого спас, я не для этого тебе открылся, чтобы ты жил для себя. Но это ошибочно понимать, что Бог нас спас, чтобы мы сегодня устраивали свою жизнь, чтобы нам было хорошо. Не значит, что мы не должны заботиться о семье, не значит, что мы не должны ходить на работу, это не значит, но наши мотивы, наши ценности должны быть Божьи. Следующее. нужно определиться, ты сегодня с Богом или ты с миром и его ценностями. Знаете, вот я еще для себя вот такое понимание пришло мне, что молитва это не только личные взаимоотношения с Богом, но молитва это хождение с Богом 24 часа. Всегда. Он всегда рядом. Он всегда в любых обстоятельствах, где бы мы ни были, мы на работе, Бог не ушел. Мы сегодня поехали куда-то поездку, Бог со мной. И это не просто я знаю, я молюсь об этом, я говорю об этом, но я так живу. Это должно быть понимание и разумение, что где бы я ни был, Бог всегда самая важная и главная ценность моей жизни. Я не буду, знаете, сегодня мне удобно, а завтра мне неудобно. Здесь я могу сказать, что я верующий, а тут мне неудобно сказать. Ну как же на меня посмотрят? Как я могу сказать, что я бывшая наркоманка? Ну как же это будет выглядеть? Да, есть такие моменты, когда не всегда надо сразу там вываливать и прочее, и Бог дает мудрость, но я не о том. Я о том, что мы иногда, знаете, этот мир и его ценности ставим важнее Бога в своей жизни. Когда знаете, мне рассказали одну вещь, что провезли на одной машине одну сестру на такой обычной простой машине, там или Шкода, там ну такое что-то не она вышла ой стыдно, ну ты что не мог взять нашу машину, что это вот как-то прям неудобно с нее даже выходить. Слушайте, какая разница? А о чем это говорит, дорогие мои? Это не мы каждый день мы приходим какие-то вызовы, испытания в нашей жизни, каждый день. Мы делаем выбор или сторону Бога, или сторону мира этого, каждый день. что для меня ценно, как я живу, как Бог на меня посмотрит, или как они посмотрят там те или иные или другие, какая мне разница, как на они на меня смотрят. Мне самое важное, главное, как Бог на меня смотрит, а Он видит мои дела, Он видит мой мотив, Он все видит. Да, мы можем оступаться, да, мы где-то можем поступить не совсем хорошо, где-то обидеться, где-то там еще что-то мы допускаем, но когда Бог самое важное и главное в твоей жизни, ты, Господи, прости, летишь, я же водитель, люблю скорость, летишь порой, спешишь, раз проскочил на желтый, ну, желтый на голове, знаете, потом хуй, Господи, ну, ну, ты, когда ты с Богом, когда Он есть основание, ты Его пускаешь впереди, Он самое важное, и не важно, что сегодня у тебя есть или чего нету, вот это все, знаете, сейчас вспоминается эта история, когда купец продал все за одну жемчужину, вот представьте себе, ну, это же состояние его сердца, Он продал все, чтобы приобрести вот эту жемчужину, он что, безумный, зачем? А Он понял, что вот эта жемчужина самая важная и главная, дорогие мои, мы все свое время представим, предстанем пред Господом, и мы каждый дадим отчет, как мы здесь жили, кто был самой главной ценностью, послушайте, никто из нас, ни один, он не оправдается хорошими делами, что я был хорошенький, добрый, но я же тому помогал, я через дорогу бабушку перевел, я туда ходил, то делал, послушайте, не обманывайтесь, Бог видит мотивы каждого из нас, и Он знает каждого из нас, чем мы живем, и так определиться, третье, Бог ревнует о каждом из нас, Бог ревнитель, Он ревнует, мы там прочитали, Он даже называет, представьте, прелюбодей, а кто такой прелюбодей, который изменил, изменил своей жене и мужу, представьте себе, Он ревнует о каждом из нас, когда мы изменяем с этим миром, когда мы изменяем с этим всем, что не подобает Ему, Он ревнует о нас, иногда думаешь, что я в такую халепу попал, иногда Бог допускает, чтобы ты смог сокрушиться, упасть на колени и сказать, Господи, ну как я бегу к тебе, знаю, ты мой дорогой папочка, ты мой самый, самый важный и главный, ну прости, ну бегу, бегу, ой, Иисус, покоритесь Богу, ну не позволительно вот это половинчество, знаете, хожу по субботам, по воскресеньям в церковь, ну я стараюсь, но Бог желает, чтобы мы полностью покорились, под его власть, отдались ему и позволили ему руководить нами, не знаете, переди него, а потом Господи, благослови, Господи, благослови, ну как бы там уже, ну что, ну уже так как бы получилось, ну прежде к нему покориться, признать и Бог Господином, и Бог поведи, подскажи, выведи меня, покорение это полностью первый шаг, Господь я бессилен, я покоряюсь твоей власти, твоему величию, делать то, что угодно тебе, сегодня скажут вам, оставь все и едь покоряй, там какое-то село, город, что ты скажешь, ну что, у меня тут квартира, ой, у меня тут семья, у меня работа и прочее, ну как я смогу, вот просто проверьте себя, свое сердце, вот куда, вот Бог сейчас что-то говорит вам, что надо что-то делать, что-то начать какое-то служение, но я же не могу, я работаю с утра и до вечера, я не могу, тогда вы ответите сами на этот вопрос, если вы не можете, значит вы покоряетесь этому миру и ценностями этого мира, вы не сможете покориться полностью влиянию и руководству Бога в своей жизни, но будьте честными, как мы начинали, на кой, все, открыт, следующее, приблизьтесь к Богу и Он приблизится к вам, знаете, дела, суета, я говорю, дела, суета, это проклятие своего рода, зачастую, становится проклятием нашей жизни, потому что это уводит нас конкретно от Бога, от общения Бога, Бог говорит, приблизьтесь ко мне, ну что вы от меня бежите, что вы занимаетесь этими делами, вы ко мне, приблизьтесь, приблизьтесь и я буду рядом с вами, и я с вами буду проживать каждый день, я тебе сегодня не говорю, не ходи на работу, я сегодня тебе не говорю, не делай то-то, но я хочу, чтобы ты приблизился и со мной везде ходил, пребывал, вот это молитвенное твое состояние, вот это жизнь, жизнь в молитве 24 часа в сутки, приблизься и я буду рядом, не ставь меня на паузу, пусть всегда тебе, дорогой брат и сестра, будет до Господа дело, всегда приближайтесь к нему, и он будет всегда рядом, не отдаляйтесь, знаете, я сталкиваюсь с тем, что общаясь с некоторыми братьями, сестрами, сталкиваюсь с тем, что люди, некоторые пребывают в депрессии, в глубокой депрессии, что произошло? Еще несколько лет назад ты бежал, служил, что произошло? Отдалились от Господа, война, дела, заботы отдалились от Господа, но если ты отдалился, то и Бог, ну что, если я вам не нужен, то извините, я буду пребывать и жить и даровать излияние, благодать и вести тех, кто хочет, но если я тебе не нужен, ну, я думаю, каждый из вас заметил в своей христианской жизни, что бывают разные моменты, бывает, что вот стена и все, ты не можешь не болиться, ничего, но в эти моменты включайте прославление, включайте, делайте что-нибудь, приближайтесь к Богу, идете куда-то, включите, сегодня 21 век есть, у нас закачали прославление, закачали проповедь какую-то, и слушаем, наполняемся, если сегодня нету, вот сил нету, или где-то внутри отошел, или где-то поймал, ну, чем-то отравился, включай, и пусть это промывает тебя, промывает, и дает тебе возможность сблизиться с ним, чтобы он был рядом с нами, сегодня кто-то, знаете, в таком состоянии, думаешь, Господи, ну, а где же Бог, а потому что отдалились, поэтому и депрессия, поэтому и уныние, отдалились от Бога, но, Бог говорит, приблизься, приблизься ко мне, приблизься, и раз, два, три, потом вы сами за, просто придет вот эта жажда, придет это наполнение, вот просто придите, да не могу, не могу молиться, просто устат, как закрытый, и все, не знаешь, что делать, приди, ну, приди к Нему, делай все, чтобы возвратить эти взаимоотношения с Богом, делай все, чтобы сблизиться с Ним, и написано, что будешь спокоен, вот откуда придет спокойствие, не будет места никакой депрессии, никакому обстоятельству, аминь, дорогие, следующее, что мы здесь находим в этом месте с Писанием, сокрушаться, сокрушаться, это самый лучший способ сокрушиться пред Богом, сокрушиться, Господи, Господи, ну, ты же знаешь, мне сегодня тяжело, или я что-то сегодня прохожу, Господи, сокрушаюсь, прости, я сегодня накосячил, Господи, сокрушаться, следующее, смириться пред Господом и полностью отдаться Ему, смиритесь под крепкую руку Божью, и вознесет вас свое время. Это то, с чем я сегодня хотела с вами поделиться, это то, что Бог положил мне на сердце, потому что Бог сегодня ревнует о каждом из вас, вы слышите, дорогая церковь, вы слышите, дорогие братья и сестры, Бог сегодня ревнует о каждом из вас, потому что Он говорит, что вы есть храм Бога живого. Дух Божий живет в вас, и Он ревнует о каждом из вас. И также мы находим в слове написано, что этот дом назову дом молитвы. То есть Бог желает, чтобы ваша внутренность, она молилась, она сокрушалась пред Богом, она искала Его лица, она подкреплялась, приближалась к Нему. И с Господом мы преодолеем любые войны, трудности, обстоятельства, только с Господом. Дорогие мои братья и сестры, приблизьтесь, приблизьтесь, приблизьтесь. я хочу, чтобы мы сейчас молились. Давайте поднимемся и будем молиться просто о милости Божьей. если Бог сегодня об этом говорит, значит, Он видит, Он знает, что нам сегодня так надо. Он желает менять наши сердца, и Он так ревнует о каждом из нас, и Он так желает, чтобы каждый из нас, Он не отошел от Бога, но дошел до конца и прославил Творца. Аллилуйя! Дорогой Господь, мы сегодня приходим в Тебе, Твой народ, Твоя церковь, Господи. Мы склоняем свои колени и сердце пред Тобой. Ибо кто мы без Тебя, Господи? это Ты, Господи, каждый день пробуждаешь нас, это Ты, Господи, даруешь дыхание жизни в нас, это Ты, Господи, Боже, ведешь нас, нам осознать, что мы по большому счету ничего не решаем, это Ты, Господин, всего, а мы смиряемся под Твою крепкую руку и отдаемся полностью Тебе, Господи. Мы не хотим быть двоедушными, но мы хотим всецело посвятить свою жизнь Тебе, чтобы Ты, Господи, сегодня царствовал и пребывал в нашей жизни, чтобы никакой мир и ценности этого мира не имели влияния и нашего порабощения. мы сегодня Боже желаем молиться не о том, чтобы себя удовлетворить, но молиться о том, чтобы Царство Твое пришло внутрь нас, чтобы Царство Твое пришло от края и до края, Господи. Наш Господь, прости нас, прости нас, что порой гордимся, прости нас, Господь, что порой своими талантами, своими какими-то делами, успехами мы пытаемся впечатлить Тебя, Господь, прости нас. Но единственное, что надо, приблизиться к Тебе, приблизиться к Тебе, и Ты будешь близко, рядом, вести своими путями, чтобы прославилось Твое Святое Имя. Не искать своего, но искать того, что угодно Тебе, Господи. Боже, изливай, Боже, изливай свою силу, свою благодать, Боже, на изменение и сокрушение каждого сердца. Дух Святой, Ты видишь каждого, каждый из нас, он пред Тобой. Помоги нам, Господи. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твое послание. Спасибо Тебе, Господи, что через Слово Твое Ты, Господь, и обличаешь, и вразумляешь, чтобы мы не погибли, на этом пути. Благодарим Тебя, Господи. И весь Божий народ сказал Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.